Другим темам десятки домов. В Новосибирске под угрозой затопления. Пока погода дает коммунальщикам возможность вывести снег до наступления тепла. Однако сугробы в человеческий рост по-прежнему возвышаются в каждом районе мегаполиса, а ночные заморозки способствуют образованию наледи. Забайкальская 55, Зержинский район. Этот дом находится в низине, поэтому каждую весну попадает в зону подтопления. Впрочем, затапливают дома здесь даже летом в сильные ливни. Потому за этим многоквартирникам всегда глаз да глаз, говорят коммунальщики. Этой зимой, по их словам, снег вывозили дважды, порядка 150 кубов. Сформированы аварийные бригады, имеющие необходимое оборудование. Заранее производится расчистка ливневок и по необходимости производится вывоз снега. Меж тем вокруг дома горы снега. Жильцы соседнего многоквартирника такому пейзажу из окон не рады. И дело не в эстетике. Вся вода идет вот за восьмой подъезд у нас там, да, и возле контейнерной площадки у нас образуется море просто воды, за что нас штрафуют. Неоднократно ГЖИ приезжало, и мы ничего не можем доказать, потому что вода влиется рекой, мы уже траншею прокопали. Но такой объем воды мы просто не справляемся. Домов в зоне подтопления в этом году почти четыре сотни. Снег вывезли, согласно отчетам, из трех сот. Администрациями района отчитались районы, значит, Кировский район о том, что произведен вывоз полностью 100 процентов, значит, Октябрьский район, ну, Держинский там осталось немного, то есть, как бы, в основном остались еще Советский район, вывоз снега, а так, в принципе, да, уже почти заканчивают вывоз снега. Тающий снег может затопить дома на улице Ленина, Красном проспекте, Депутатская, и запастись резиновыми сапогами до подлинней точно придется. Картина почти в каждом дворе одинаковая. Снежные горы выше человеческого роста. Например, улица Полтавская, окон почти не видно, и это при том, что снег вывозили. А вот двор на улице Костачева. Тут, кроме горного ландшафта, каток, а рядом больница. Огромная проблема сейчас передвижения, вот, а люди пожилые, они фактически, вот я сама, как бы, медицинский работник, сколько людей поступает с переломами, с травмами тяжелыми. Я считаю, я вообще считаю, что город не убирается. Проскользить по городским улицам во время съемки сюжета пришлось и журналистам УТС, и не только во дворах. Улица Троллейная. Здесь, чтобы добраться до трамвайной остановки, приходится без преувеличения рисковать собственным здоровьем. Сейчас лед немного подтаял, уже не так скользко, а вот вечером, по словам местных жителей, приходится идти прямо по проезжей части, потому что с тротуара можно скатиться прямо под колеса проезжающих автомобилей. Вместе с тем специалисты мэрии говорят, дворы к паводку готовы, все по графику. Но тогда вопросы как раз к графику. Как его составляли, если во дворах завалы, а многие тротуары похожи на каток. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила, Новости УТС.